Студентки медучилища здесь гости часто и навещают ветерана каждый месяц. Биографию Валентина Леонидовича знают наизусть. Как и то, что он одинок, и помощь по дому ему просто необходима. Девочки и пыль протрут, пропылесосят, принесут из магазина продукты, а готовит Валентин Леонидович самостоятельно. И пирожные разные, и торт приносили, и закуски. И сейчас на балконе еще там лежат все куски. Спасибо вам, девочки. Стараемся уделять внимание Валентину Леонидовичу, потому что то, что они сделали, всегда останется в наших сердцах. И что бы мы ни делали, мы никогда не возместим это, потому что это очень ценно. Свой вклад в дело победы Валентин Гончаров сделал, будучи 16-летним матросом. В мирное время успел устроиться в Сочинское морское пароходство. Все его мальчишеские мечты были связаны с морем и флотом. Мечта сбылась, но на войне. Сначала он попал на портовый катер, который не раз попадал под бомбежки в районе Туапсе и Новороссийска. Затем был боевой корабль, где он освоил рулевое и сигнальное дело. Все это ему пригодилось и на быстроходном корабле, на котором ходил в дозоры, высаживал на вражеский берег разведчиков и диверсантов, а еще вывозил с малой земли раненых. Ну а самое страшное воспоминание, которым в очередной раз делится ветеран с молодежью, это сентябрь 43-го. Десантная операция в Новороссийске. Это ад. Был самый настоящий ад. Погибло столько наших ребят. И один 025-й 5-го дивизиона Державины, он загорелся и взорвался. Я ранен не был. Контужен был. Штурм взяли в город Новороссийск. 8-го числа, 4 часа утра. Поэтому высадили десанты с Геленджика. Рано утром подошли. За всю войну на Черном море не было такой широкомасштабной и дерзкой операции. Валентин Гончаров там не только побывал, но и действовал наравне со всеми членами экипажа. К слову, ходить в море он продолжал и позже. В 18 лет начал свою действительную службу. После окончания войны стал морским пограничником. Далее годы работы в органах госбезопасности, после в прокуратуре Сочи. На пенсию Валентин Гончаров ушел в 70 лет. Но и сегодня, в 92 года, в нем есть что-то мальчишеское, говорят юные гости. С ветераном не только интересно, но и весело. Поэтому следующий визит студентки отложат ненадолго. Навестят подопечного и перед Днем Победы. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.